Малыш Пока не появились слуги страшной госпожи Ка Они замутили синее море Все стало серым и страшным Веселые разноцветные рыбки спрятались в норке и щели В этом море, малыш, жил маленький рак Его звали Отшельником У него была мягкая тельца и поэтому приходилось постоянно прятаться Но Отшельник не был трусом Когда друзья попадались в беду, он всегда спешил на помощь Однажды дядя Краб, который всегда ходил боком, больно ущипнул его Ай, 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 ай Дядя, больно? По двоем месте я бы завел себе приличный панцирь Нельзя быть таким мягкотелым Ну что ж, подумал Отшельник, совет неплох И еще он подумал так Самое подходящее место для рака — раковина А самый подходящий жилец для раковины — рак Глупости! Здоров! Возмутился моллюск и захлопнул створки Много опасностей подстерегал Отшельника Морской еж исколол его острыми иглами Его чуть не настигла ужасная рыба пика Ой, 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 ой Ой, ой Если бы он не успел спрятаться в раковину Какая замечательная раковина — сказал про себя Отшельник Красивая и прочная Да мы просто созданы друг для друга Теперь меня не ущипнешь Ах, много в море места Проста морской широкий Но даже в море тесна Ах, много в море тесна Зажиму и песня тому, кто одинок. Что делать неизвестно, а кто бы мне поможет. В мутной воде отшельнику показалось, что эту песенку пел морской дьявол. Браво, браво! Пойте еще! Вежливо обратился к нему отшельник. Подойди поближе, я тебе спою, ответил морской дьявол. Куда спешить на дне морском? Тут можно двигаться пешком. Друзья, умерьте вашу прыть, ползти спокойнее, чем плыть. Ползти спокойнее, чем плыть. Надо же так ошибиться, еле перевел дух отшельника. Но кто пел эту прекрасную песню? И тут он увидел морскую розу, вокруг которой вели слуги госпожика. Перестаньте! Перестаньте! Закричал он. О! Я... Карайт... Пагаша! О-о-о! Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшж sparkle, волшебная музыка. Отшельнику показалось, что он слышит голос розы. Ах, я так одиноко, я так мечтаю найти друга. Настоящие друзья живут в алом городе, но мне туда не добраться, ведь я совсем не умею ходить. Не беда, воскликнул отшельник, пойдем вместе, я тоже хочу найти друга. Отшельник и роза плыли и плыли. Вдвоем им было весело, и почему-то они совсем не боялись слуг госпожи Ка, которые так и шныряли кругом. Увидев племянника, дядюшка Краб ужасно перепугался. Безумец, что ты делаешь? Мы идем к Голубому морю. Госпожа Ка, покажет тебе, где раки зимуют, крикнул Краб и юркнул под камень. Спасайся, Роза, крикнул отшельник и отважно бросился на госпожу Ка. Отшельник отчаянно боролся, но щупальцы госпожи Ка были твердые, как железо. Спасайся, Роза! И он бы, конечно, погиб. Но Роза! Видишь ли, малыш, морская Роза, или, как ее называют ученые, Актиния, прячет в своих прелестных лепестках грозное оружие, жгучие стрелы молнии. Сверкающие стрелы поразили госпожука. Ее настоящее имя — Каракатица. Она отлетела в сторону и провалилась в бездну, выпустив напоследок чернильно-черное облако. А когда мгла рассеялась, море снова стало синим-синим. В прозрачной воде засверкали яркими красками стены волшебных дворцов. Это и был алый город. И тогда отшельник и Роза вместе воскликнули. Я не хочу искать никаких друзей, кроме тебя. Ты догадался, малыш, почему? Ну, конечно, ведь они и были самыми настоящими друзьями. Вы можете землю сто раз обойти, сто раз переплыть все моря. Но если вы ищете море сильней, но если вы ищете дружбу верней, Вы ищете зря, вы ищете зря, поверьте, вы ищете зря. Да-да-да, здесь море сильней, да-да-да, здесь дружбы верней. Да-да-да, здесь море сильней. Да-да-да, здесь море сильней. Музыка. 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 Музыка.